Добрый день, за вами у студии Саша и выглядите in between, программу, якую специально для вас, створают студенты Европейского гуманитарного университета у Винни. Некто из нас каждый день сутыкается с несправедливостью, некоторые навыд не думают про ее. Де полегая межа помеж добробытам и бедностью, помеж залежностью и самостоятельностью. Тягом нашей программы мы знакомим вас с житем в Винни. Сегодня мы поспробуем поглядеть на гэтый город Зинчага-Боку. Что значит быть бездомным у Винни? Куды исти тым, кто трапил узалежность от уластных звычек? И як интеграционные процессы, связанные с мовой адукацией у школок да университетов? Об этом у наших репортажах да и размове с гостем. Заставайтесь с нами. Беспритульным людям у Винни забороняюсь просить милостину. Молодь помеж моральным житем и житем с залежностью. Русская мова изникает со школу и детячих центру. Люди без пыльного меса и жихарства не могут просить милостину на улицах Винни. Ягоды закон, изменив жите беспритульных, у наших наступных репортажах. Былым орак Севастопольского флота. Вандровник, батька троих детей. А зараз Игорь Судаков без дому, працей и грошей. Его кинула семья и он просит милостину на улицах города. Я бомжом, я без определенного места жительства с 1996 года. Вы знаете, я скажу, я одеколону не пью. И по мусорным, извиняюсь, не лазаю. Там не подбираю ничего. Если там все пивка позволят, то не страшно. Таких, как Игор, сотни. Али для жебраков, Виленский городский совет недавно затвердил новые правила. Бездомным заброняется просить милостину на улицах, а минокам ее подавать. Мы испытали уже хоров города и их меркование дотычных этой изменов. Не знаю, может, людям, если надо чуть-чуть помочь, так почему бы нет. Просят деньги не потому, что они нуждаются в них, а потому, что они на это живут. Али улады кажут, что и наклопотятся в первую чергу про бездомных. У початку лета было проведено опытание сирот беспритульных жихаров в Вильне. По выниках склали базу даденных про людей без полного места жихарства. Нам стало ведомо, что 90% бездомных пропевают милостину. Мы непосредственно даем гуманитарную допомогу жабракам и вы решили забрать макчымысь распораджаться от риманной милостину. Зараз просить милостину в Вильне они смогут только у храмах, у костелах и подчас специальных мероприемствов. Али засталися жабраки, які уже не могут просить дребезу на улицах. Улады города раздают им картки с адресами, по яких можно отремать гуманитарную допомогу. Али далека не усим бедомая гэта информация. Куды приведуть новые принятые правилы, пакуль не зразумела. Сегодня гость нашей студии Вилана. Человек, який занимается доследованием социальных проблем у Литве и шукает шляхи и хрошения. Добрый день, Вилана. Добрый день. Мы только что просмотрели сюжет. Скажите, на ваш взгляд, насколько проблема бездомных актуальна для Вильнюса? Ну, знаете, в основном эта проблема появилась после 1991 года, когда Литва приняла решение отключиться от Советского Союза. И до этого мы этой проблемой вообще не видели. Потому как изменилась социально-экономическая ситуация. Много людей, ну, как бы, ну, жизнь поменялась. Не все могли адаптироваться к такой жизни. И, конечно, с одной стороны, это был, ну, такой большой шок. Разные стратегии люди принимали, чтобы как-то адаптироваться к этой ситуации. Но теперь, через 20 лет, мы видим, что, ну, вообще проблема бедности, она очень мало как бы решается. Потому что мы теперь имеем как бы, ну, репродукцию бедности. То есть уже становится поколение. То есть люди рождаются уже в бедности. И они из этого круга бедности не могут найти выхода. То есть государство не сделало ничего, чтобы социальные проблемы бедности решать. И теперь с кризисом, например, так проблема бедности еще возросла. То есть мы имеем 20% людей, живущих ниже уровня бедности. И это, ну, большие цифры, очень большие цифры. Да, конечно, эта проблема очень большая. Но социальных программ, чтобы решать, их в основном не существует. И даже те люди, которые имеют работу, они живут на уровне бедности. То есть заработная плата настолько маленькая, что человек не может даже, ну, купить самые важные вещи для выживания. Поэтому, ну, бедность действительно очень большая в Литве. И решений для этого очень мало. Илана, скажите, насчет ученых вы упомянули. Проводятся ли какие-либо социальные исследования этой проблемы? И если проводятся, то каким результатом они пришли? Ну, чтобы только бездомных, может, и проводятся. Но я вот так, как-то в последний раз не видела никаких студий, чтобы, ну, ситуация бездомных... Каким образом эта проблема исследуется? Ну, вот я читала студию, как социальная политика, в основном, вот какой язык в социальной политике употребляется, который показывает, что вот эти люди, которые нуждаются в социальных пособиях и в социальных услугах, как они не то, что уменьшаются, но просто им не создаётся... Они, ну, уже сами по себе репрезентируются, как группа, за которой надо, ну, ухаживать, присматривать и так далее. Они сказали, что нету никаких инструментов, чтобы их... Сделать более сильным. ...эмпауа, да, чтобы, ну, как-то их, не знаю, русского слова... Помочь, ну, помочь, ну, то есть создать, чтобы они сами могли себе помочь. То есть нету такого механизма. И вот я говорю, там были законы, и в законах вот слова, которые вот эти люди как бы определяются, они определяются в таком, ну, униженном положении или, ну, в таком повреждённом положении и так далее. То есть что даже язык надо законов начинать менять. Вот такую студию я вот недавно читала. Главное, очень интересный особый последний комментарий. И сейчас я предлагаю вам перейти к просмотру следующего видео, которое сделал наш студент Андрей Славинский. И в этом видео мы увидим как раз, как работает реабилитационный центр и как он помогает решать какие-либо проблемы. Давайте посмотрим. Гэты подлетки у сё же тё гуляют за огнём. По их словах, минавито гэты агони стал их воротованьем. Глядяши на гэтых людей, тяжко поверить, что ещё год тому некоторые из них не могли прожить без алкоголя ни вводного дня. Эны, былые наркоманы, алкоголики, дети с тяжких семью в гэтым центре отремали надею. Для Томаса завыклый сбор дробязы, что дённые гулянки, сон на улице заменились и в центре «Карытос» на работу, дах над головой и ежем. Если я поеду домой, сразу я запью. Я могу протерпеть так неделю, если буду там, в Неменчине, я могу протерпеть неделю. И всё. И мне предложат, и всё. И я опять пью. Не хочу даже с ними видеться. Много кто стал наркоманом и уже и сидит. А много кому уже грозит тоже. И вот из-за них тоже я тут попал, так бы сказать. Ну, совсем не хочу с ними общаться, потому что будет плохо. У Томаса хопила мужность изробить инши выбор. И он учится тут на повара. Когда работаю, я только об одной работе думаю. Больше ни о чём. Как тут хорошо сделать, чтобы мне сказали, о, молодец, тут сделала хорошо. Больше ни о чём. Всё стараюсь сделать. Тут у хлопца уз'явилась и мягчима займаться спортом, навучиться профессии, а так само отримать патрымку. Али самое головное, я не отшиваю, что просто комусь ті патребныя. Али нават новая життё для таких хлопцов – боротьба, якую нель гавести адному. Вилана, скажите, пожалуйста, есть ли какой-то этнический аспект этих проблем? Наркомания, алкоголизма, бездомности? Ну, не думаю, что есть, потому что, опять, очень тяжело сказать, потому что нету таких исследований, чтобы, ну, вот эти люди только были одной этнической группой, а уже другой этнической группы не было. Потому что, ну, разные группы испытывают эту проблему. И поэтому такого этнического вопроса действительно тяжело, как бы выявить. Вот людей, которые подвергаются этой проблеме. Что могу подтвердить, когда были деланы исследования в 2003 году, там было, ну, там была пересмотрена рынка труда, то есть там смотрели тоже учёные, как распределяется вот высокого статуса группы и как это пересекается с этническими группами, то вот здесь учёные как бы и заметили, что тенденция, что чем ниже социальный уровень, социальный статус, статус, то есть люди, которые работают водителями такси, костёрами в супермаркетах, парикмахеры и так далее, то есть низкого статуса группы, в основном там такой этнический аспект появляется, потому что там в основном работают польского и русского происхождения люди. Но это было, опять же, в 2003 году, ситуация немножко меняется, особенно с русским населением. Польское население, вот как показывает, 2008 года, так ещё, но это тенденция, что вот польского происхождения в основном работает низкого статуса группах. с чем это связано? Это связано, конечно, и с образованием, то есть, ну, как бы учёные выявляют, что польское население вот до 2008 года ещё есть тенденция, что у них меньше населения, которое достигает высшего образования и так далее, но это не пример с русским населением. И, конечно, связи, деловые связи и так далее, то есть, где в основном люди ищут работы, и вот в польском населении тоже, как бы учёные замечают, что, ну, работу ищут по своему происхождению, то есть, ну, какие-то знакомые, родня и так далее, по этими связями ищут работы, мотивируя тем, что легче найти работу. То есть, вот в какой группе в основном есть эти связи, в такой группе как бы и, ну, люди и работают. Скажите, вы упомянули о высшем образовании, о том, что какие-то группы не получают его. Скажите, связано ли это с языковой политикой Литвы? Я думаю, да. И каким образом? То есть, что, ну, как бы замечается в том, что в основном польского населения абсольбенты, они реже поступают в литовские вузы или поступают только, ну, раньше, в филологические более, потому что, опять же, ну, такой и разница экзаменов, она тоже имеет, потому что, ну, ученики, которые заканчивают польские школы, у них экзамен литовского языка немножко, ну, другой, чем в литовских школах. И поэтому, ну, как бы баллы тогда тоже у них ниже, то есть, эти возможности тогда ниже для поступления. И поэтому вот было, как бы изменялся этот закон, как бы сделать более, ну, стимулировать и учить язык больше, чтобы они имели лучшие возможности. Так вот этот закон как раз об обучении на литовском языке, означает ли он невозможность получить образование на своем родном языке? Нет, нет, нет. То есть, в чем смысл этого закона? То есть, усиление, усиление литовского языка, как не только в дисциплинах литовского языка, но тоже введение некоторых дисциплин, что теперь на польском языке, так будет на литовском. Там история, по-моему. Велана, на следующий сюжет как раз об этом вопросе. Спасибо вам за разговор, было очень приятно. И я надеюсь, что те проблемы, которые мы сегодня обсуждали, найдут свое решение. Всего хорошего. Саша, шесть годов. Кожнуюсь роду, яна приходит у один дитячий центр у Вильни, каб навучиться граць на укулеле. Сашина семья русскомовная. Яе батьки жыдаюць, каб яна не стратила свою родную мову и культуру тут, у Литве. А крымя музыки, у гэтым центры деці могуть іграць у ігры, які развиваюць у оленья і мову. А так само, в учыцца самооборонні і просто бавить час пасля школьных заняткав, размовляюча народной русской мове. В Литве очень много центров на литовском языке. И на тот момент, когда мы открылись, это наш был, наверное, первый центр. И в этом была потребность, наверное, тех же детей, родителей общаться на родном языке. И наша потребность тоже общаться на том языке, на котором мы учились, на котором говорили наши родители, бабушки, дедушки. То есть, как-то сохранить его здесь. Наталья прышла ў центр, каб сустрей сваяго меньшага сына Жэню. Яна – одна з 200 тысяч русских, які анададзіный момент пражываюць у Литве. Многі русскомовныя батькі занепакояны тым, што їх деці забываюць родную мову. Хочэцца сахраніць сваю культуру, свой язык. І все-таки это, я думаю, што для развіцца это очінь важна. А малюся школы ў Литве выкладаюць выклюшны на литовской мове. Чатыр гады таму ў країні пачыласся реформа сярэдній и вышэйшэй школы, паводлі якой русскія школы зліваюцца з литовскімі. Сёні ў литовскі школах ангельская мова з'являецца бэваскова для вылучання. Русскую мову можна браць пажыданню, як другую іншаземную. Аднаколькість гадзин, якая вылучаецца на вылучэння русской мовы, значна меншая. Для наступнага пакалэння литовцыў русская мова Коншаткова станет третій іншаземной мовы. У кожной країны існують плюсы і минусы, лепші і горші. Що думать веленчуки про Беларусь і беларусів? У нашим наступному сюжеті. Ось дуже приєтні люди. А даже, якщо потрібно було встрічатися, що-то спросити, піручити якусь інформацію, ну, с душою люди відносились. Таке впечатлення, і коли і проїзд, там, дуже теплый міст, ну, що касається Минска, ну, не важливо вообще про Беларусь. Приєтні люди. Ну, Беларусь – хороша родина, дай Бог, щоб все так жили, як Беларусь. Беларусь – вони такі честні і роботяші. Чистота, порядок, замічальні дороги, природа класна, красива. Мене дуже вдивіли ваші пограничники. Там така бюрократія, такі гонення людей. Я дуже уважаю як добрих, честних, трудолюбивих людей. Скільки мені приходило за свою життя зустрічати цих людей, це завжди об'язателі якась така порядокність від них вела і відповідність. Час розвитуватися. Олег і Лива затекавив наш проєкт, заходьте на наш сайт www.imediahub.net Расповідайтеся Брам, діліться, заставайтеся з нами. С вами була Саша, до зустрічі! Дякую за перегляд!